здравствуйте сегодня у нас на столе за 9 но уже не менее уже полноразмерный славный представитель семейства майнеров ант-майнеров ну что ж приступим к его разборке не будем томить такой довольно таки интересный экземпляр включаем вентиляторы блок вентиляторов от видно как установлены три платы с чипами в корпусе видно что уже оборудование изрядно поэксплуатировали вот они лишь платы есть конечно ничего нового нету вот таким образом выглядит хеш плата z9 то есть каждый асик чип установлен вот получается так они скомпонованы здесь значит один радиатор на 2 асик чипа идет здесь такого ничего особенно нового нету компоновка общем то кто помнит и делал обзор на z9 mini там аналогичная платка тоже установлены чипы также с такими вот радиаторами практически аналогичными видны хорошо стабилизаторы фаз питания хорошо виден контроллер также пик который работает с основным вычислительным модулем с этим вот мини компьютером вот в общем то сама хеш плата вот такая вот она да ничего на ней особенного нету ну конечно можно обратить внимание что здесь установлено по два разъема питания соответственно мощность потребления невысокая поэтому как бы тут они не стали ничего дополнительно по питание усиливать вот мы практически в этих асиках ничего не выгорает в отличие от с 9 чтобы там выгорали эти вот колодки питания такого не было надежные они все токи потребления небольшие также видно здесь немножко сэкономили на блокировочных конденсаторах в паялик через один ну как бы уже начинают экономить самом деле конденсатор не помешает сперпитание особенно такая в общем то раскладка отправляющая плата микрокомпьютер аналогичная практически всех здесь также колодка питания включения собственно говоря особенностей таких больше не вижу все остальное как и во всех в общем то весь z9 вот аппарат достаточно надежный гореть в нем реально нечем проблем особых никогда не было теплоотводы сделаны достаточно приличные для таких микросхем таких асик чипов площади хватает охлаждения кому же довольно эффективное воздушное охлаждение применено все аккуратненько входит плотненько довольно большие зазоры между радиатором соседней платой так здесь проблем нету также относительно корпуса здесь тоже выдержана в районе восьми миллиметров зазор так что боятся чем закоротить не приходится всего три довольно таких приличных хэш платы установлены ну крепление радиаторов тут сделано так же как на z9 mini с помощью таких вот пластмассовых креплений пистонов просто вставляется вклад и все на счет пружины держится так что можно демонтировать заменить термопасту каких проблем нету такой вот асик веб-интерфейс не отличается практически во всех битменовских асиках он один и тот же так что показывать его нет смысла мы его уже неоднократно видели потом как там делается как бы там нового ничего нету он ничем не отличается от за девятого мини плата одна и та же стоит управляющая естественно что назад девять мини то здесь одна и та же так что здесь в этом отношении все то же самое вот и все спасибо что смотрели подписывайтесь на канал приносите ваше оборудование в сервис спасибо спасибо